Ай-яй-яй! Премьерой для этой передачи мы выбрали Volkswagen Passat, модели 2001 года, любезно предоставленный автосервисом Honda. Машины этой марки давно известны автолюбителям. В первых рядах прорвавшегося из-за железного занавеса потока иномарок были, разумеется, Passat. Выбор россиян был очевиден. Надежность, красота и комфорт. Купер с небольшой ценой принесли в Volkswagen заслуженную популярность. Сказать, что машина является новинкой нельзя. Помните замечательную программу Need for Speed, еще первая часть. Тогда на Lamborghini Diablo мы с такой уверенностью обгоняли эти машинки. Время идет, и вместе с ним меняется и Passat. В 1996 году машина разом изменила свой облик. Увеличенный, или как модно сейчас говорить, раздутый салон стал больше и комфортнее внутри. А снаружи Volkswagen выглядит внушительным. В соответствии с основным принципом автомобилестроения, а он заключается в дивизии, машина для водителя, а не водитель для машины, в Volkswagen удобно себя чувствуют как водитель, так и пассажиры. Комфортабельные задние места удивляют обилием свободного места. Ну и, конечно, багажник, в котором можно вложить солидный объем груза. Небольшим недостатком можно считать расположенные близко друг от другого педали газа и тормоза. Однако все компенсирует очень широкое расположение водителя. До руля достаточно далеко, а рычаг коробки переключения передач располагается традиционным для немцев образом. Очень удобно можно положить руку на подокотник и отдыхать. Спидометр и табло выполнены в ставшем уже традиционном и модном круглом стиле. Здесь, по-моему, чувствуется дух Audi TT. Да и вообще, поколение 60-х возвращается. А рядом современнейшая консоль управления климат-контролем. Сегодня, когда столбики термометра показывали минус 20 градусов, мы сели в эту машину и стали чувствовать себя очень комфортно. Благодаря климат-контролю температура в машине не опускается ниже задом. А такая приятная особенность, как электрический подогрев сидений, просто необходим в условиях российской земли. Как уже говорилось, фасад кардинально изменил свой облик в 1996 году. Вообще, частая смена внешнего вида, с моей точки зрения, не столь уж необходима. Консерватизм говорит о стабильности и благополучии. Но в этом году дизайнеры, вероятно, решили отдать должное новому веку. Новые, выполненные по последнему писку автомобильные моды, как передние, так и задние фары, своей комбинацией круглых форм внутри, при неизмененных внешних зализных очертаниях, делают Volkswagen похожим на космический корабль. Ну а за громадным передним фирменным знаком, под капотом, вскрывается прикрытый защитным кожухом на редкость мощный моторчик. У автомобилей Volkswagen Passat широкий модельный ряд двигателей. От двигателей объемом в 1,8 до спортивного трехлитрового варианта. Интересная особенность. До двух тысяч оборотов машина едет плавно, не спеша. Но стоит только переступить этот порог, как двигатель буквально взрывается. И начинается такое бешеное ускорение, что, как говорится, в спинку сдавливает. Секрет такого взрывного характера заключается в турбонаддуве поступающего воздуха. Турбинка включается как раз после того, как двигатель набирает две тысячи оборотов в минуту. Конечно, турбонаддув в городе, скажете вы, не так уж необходим. Разогнаться негде, расстояние от светофора, от светофора небольшое. Но вспомним, машина делается для того, чтобы ездить по автобану. А вспомните, опять же, как приходится нам тяжело на длинных обгонах, если мы собираемся ехать куда-то на юг. И вот здесь турбонаддув даст о себе знать. В тягуне или на подъеме достаточно резко нажать дроссельной заслонкой, и вы уже в недосягаемости. Ну а на вопрос о том, как ведет себя машина в условиях уральской зимы, в мороз, снег и гололед, мы нашли ответ простой. Итак, вальс в исполнении Вольсвагена Пассата. Увлекшись демонстрацией восхитительных возможностей этой машины, мы позабыли сказать о главном – о безопасности. Ощущения комфорта и уюта не покидают вас, даже когда вы попадаете на участок гололеда. Система АБС. И кроме того, две подушки безопасности успокаивают и внушают уверенность. Гарантией успеха фирмы является безупречная репутация ее детищ. И то, что марка Пассат вот уже на протяжении не одного десятилетия пользуется заслуженной популярностью автолюбителей, говорит о надежности и долговечности этой машины. Этот народный автомобиль, названный нежным именем «Ветра», будет достойным украшением любой семьи. Несмотря на относительно высокую его стоимость, это порядка 24 тысяч долларов, можно с уверенностью сказать, Вольсваген Пассат – машина на всю жизнь. Редактор субтитров А.Семкин